Беседа 52, 534, 15-21. И вышел оттуда, и Иисус удалился в страны Тирские и Хидонские. И вот женщина Хананиянка, вышедшая из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Евангелист Марк говорит, что Христос, Марка 7, 24. Не мог утаиться, но для чего Христос отправился в эти именно страны? Он, отменив для иудеев закон о разборчивости в пище, теперь, простираясь далее, отверзает дверь уже язычникам. Так и Петр сперва получил повеление отступить от закона о пище, а потом был послан к Корнилию. Если же кто спросит, как же Христос, говоря ученикам, на путь к язычникам не ходите, сам вступает на этот путь, то мы скажем на это, во-первых, он не обязан был сам исполнять того, что заповедовал своим ученикам. Во-вторых, он шел в эти страны не проповедовать. На это указывает и Марк, говоря, что Господь скрылся, но не мог утаиться. Как не следовало Христу идти к язычникам первым, так, напротив, не сообразно было с его человеколюбим удалять их от себя, когда они сами приходили. Если ему не надлежало оставлять убегавших от него, тем более не должно было убегать тех, которые сами его искали. Смотри, например, как вполне достойна была жена благодеяния. Она не смела прийти в Иерусалим, потому что опасалась и считала себя недостойной. Если бы было не так, то она пришла бы и туда, как это видно из настоящего ее великого усердия, из того, что она вышла за пределы своей земли. Некоторые толкуя эти слова иносказательные говорят, что по отшествии Христа из Иудея к нему дерзнула приступить церковь, также вышедшая из-за пределы своей, потому что Писание говорит, «Забудь людей от твоих и дом отца твоего». Христос вышел из пределов своей страны, а жена из пределов своей. И таким образом они могут встретиться. И вот жена Хананьянка, говорит Евангелист, вышла от пределов своих. Так он называет жену для того, чтобы указать здесь чудо и ее еще более прославить. В самом деле, слыша название Хананьянки, представь себе тот беззаконный народ, который извратил в самых основаниях законы природы, а представив это, уразумея силу пришествия Христова. Те, которые были изнаны для того, чтобы не развратили иудеев, теперь больше иудеев оказывает усердие. Они выходят из пределов страны своей и сами идут ко Христу, а иудеи, пришедшего к ним Христа, гонят от себя. Итак, пришед к Иисусу, жена, одно только говорит, «Помилуй меня». И своим воплем привлекает к себе народ. Подлинно, трогательное было зрелище. Видеть жену, вопиющую с таким состраданием, видеть мать, умоляющая своей дочери, а дочери так жестоко страждущей. Она не осмелилась привести беснующийся к учителю, настаивая ее дома на одре, сама умоляет его и объявляет только болезнь, ничего более не прибавляя, и не зовет врача в дом свой, подобно тому князю, который говорил, «Прииди и возложи руку твою», или тому цареву мужу, который сказал, «Войди прежде, чтобы не умер отрок мой». Но, поведав о своем горе и тяжкой болезни дочери, обращается к милосердию владыки и громким голосом вопиет, прося помилования не дочери своей, но себе самой. «Помилуй меня». Как бы так, — говорила она, «Дочь моя не чувствует болезни своей, а я терплю тысячи различных мучений, я больна, я чувствую болезнь, я объяснуюсь и сознаю это». Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его приступившие просили его отпусти ее, потому что кричит за нами. Что значит этот новый и необыкновенный поступок Иисуса? Иудеев и неблагодарных вводит, и злословящих призывает, и искушающих не оставляет, а ту, которая сама приходит к нему, просит его и молит, которая не знала ни закона, ни пророков, и между тем показывает такое благочестие, он не удостаивает даже и ответа. Кто бы ни соблазнился о Иисусе, видя поступок, так не согласный с молвою о нем. Слышно было, что он сам обходил селение для того, чтобы исцелять больных, но вот он отвергает и ту, которая сама пришла к нему. Кого бы ни преклонили такое страдание и такая покорность, с какой умоляла жена о своей злостраждущей дочери. Она не почитала себя достойной богодеяния, пришла не с тем, чтобы требовать должного, но просила оказать милость и изъявляла только свое несчастье. И при всем этом неудостоена ответа. Может быть, многие из слышавших это соблазнились, но она не соблазнилась. И что я говорю из слышавших? Я думаю, что сами ученики тронулись несчастьем жены, смутились и опечалились. Однако и смутившись, они не смели сказать ему, окажи ей милость. Но приступили к нему ученики и сказали, отпусти ее, потому что она кричит. Он же сказал, в ответ я послан, только к погибшим овцам дома Израилева. Как же поступила жена? Умолкла ли она, услышав это? Отошла ли? Потеряла ли бодрость? Нет. Она еще более усилила свои моления. Не так поступаем мы. Если не получаем просимого, то перестаем и просить, тогда как надлежало бы просить еще усерднее. Кого бы ни привели в недоумение слова Спасителя, довольно было и одного молчания, чтобы привезть Хананьянку в отчаяние. Тем более, мог повергнуть в него ответ Христов. Видя вместе с собой в недоумении своих ходатаев и слыша, что просьба ее не может быть исполнена, можно было потерять всякую надежду. Однако жена не потеряла ее. Но, видя бессилие своих ходатаев, вооружилась похвальной смелостью. Прежде она не смела явиться перед лицом Господа. Сказано, вопьет, воспит нас. А теперь, когда по причине безнадежности она бежала бы вовсе удалиться, она приступает ближе и кланяется и говорит, помоги мне, Господи. О жена, неужели ты имеешь более дерзновения, более мужества, нежели апостола? Нет, говорит она, я не имею ни дерзновения, ни мужества. Напротив, я стыжусь, но употребляю дерзость вместо мольбы. Может быть, он почтит мое дерзновение. Но что это? Или ты не слыхала, что он сказал, что я апостол только как погибшим апостол дома Израилева. Слышала, говорит она, но он Господь. Потому-то она не сказала, попроси ей, помолись, но помоги мне. Что же Христос? Он и тем не удовольствовался, но еще более умножает ее недоумение, говоря, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Удостоив ответа, Господь своими словами еще более поразил ее, нежели молчанием. Он уже не ссылается на другого в свое оправдание, не говорит, не послан. Но чем более усиливает она свою просьбу, тем и он решительно отказывает. Он уже не овцами называет иудеев, но чадами, а ее псом. Как же поступает жена? Она в самых его словах находит себе защиту. Если я пес, говорит она, то значит не чужая. Справедливо, сказал Христос. Я пришел на суд. Жена любомудрствует, показывает великое терпение и веру, несмотря на свое уничижение. А иудеи, получая исцеление и почести воздают противным. Я знаю, говорит она, что чадам необходимо давать пищу. Но и мне она не совсем возбранена, несмотря на то, что я подобно псу. Если мне вовсе нельзя пользоваться пищей, то нельзя участвовать и в крохах. Если же я могу иметь хотя малое участие в ней, то мне она не совсем возбранена, несмотря на то, что я подобно псу. Или лучше, потому особенно я и имею в ней участие, что подобно псу. Христос знал, что она скажет это, потому-то и медлил оказать ей помощь. Для того и отказывался даровать ей просимость, чтобы показать ее любомудрее. Если бы он вовсе не хотел оказать ей помощи, то не оказал бы ее после этого, не стал бы снова заграждать ей уста. Но как поступил он с сотником, сказав, я придя исцелю его, чтобы мы узнали о благочестии этого мужа и услышали от него слова, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь дома моего. Как поступил он с кровоточивой, сказав, я почувствовал силу, исшедшую из меня, но чтобы через то сделать известной веру ее. Как поступил с самарянкой, чтобы показать, что она не отошла от него и после обличения, так поступает и теперь. Он не хотел скрыть столь великой добродетели жены и то, что говорил ей. говорил не для того, чтобы укорить ее, но чтобы призвать к себе и открыть скрытое сокровище. Но ты вместе с верой познай и смиренно мудри ее. Господь назвал иудеев чадами, а она не удовольствовала с этим, но назвала их и господами. Так далека она была от того, чтобы завидовать славе других. Она сказала, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Видишь ли, благоразумие жены. Она не стала противоречить, не завидовала похвалам других и не оскорбилась собственной обидою. Какая твердость духа. Христос говорит, нехорошо, она ответствует, так, Господи. Он называет иудеев чадами, а она господами. Он называет ее псом, а она приписывает себе и действия свойственные псу. Видишь ее смирение. Теперь посмотри на высокомерие иудеев. Мы семья Авраамова, говорят они, и никогда никому не были рабами. Мы рождены от Бога. Не так поступает жена. Она называет себя псом, а их господами, и за это сделала с чадом. Что же говорит Христос? О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе пожелание твоему. И исцелилась дочь ее в тот час. Для того и медлит он доселе оказать помощь, чтобы сказать эти слова и увенчать жену. Вера твоя может сделать и больше этого. Это восклицание подобно повелению, да будет небо, и стало так, исцелила дочь ее в тот же час. Видишь ли, как много она способствовала к исцелению своей дочери, потому-то и Христос не сказал, да исцелеет дочь твоя, но велика вера твоя, да будет тебе как ты хочешь, чтобы ты знал, что сказанное ей было не пустые и льстивые слова, а выражали великую силу веры. Наилучшее доказательство и свидетельство последнее заключается в самом событии. Именно дочь ее точно же исцелилась. 538 Заметь, что она совершила то, в чем побеждены были, чего не могли сделать апостолы. Такова сила неотступной молитвы. Бог хочет, чтобы мы в нуждах своих сами более просили его, нежели другие ходатайствовали за нас. Хотя апостолы и более имели дерзновение, но жена показала великое терпение. Исполнив прошение жены, Христос оправдал себя в медленности перед учениками и показал, что он справедливо не согласился на их просьбу. Решет оттуда, пришел Иисус к морю галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли к ногам Иисусовым, и он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Господь иногда сам ищет больных, а иногда выжидает, чтобы они сами приходили к нему и хромых возводят на гору. Теперь они уже не прикасаются и к одежде его, но начинают рассуждать правильнее, повергаются к ногам его и обнаруживают сугубую веру. Несмотря на хромоту свою, сходят на гору и ничего другого не требуют, кроме того, чтобы повергнуться к ногам его. Весьма удивительно и странно было видеть, что те, которых прежде носили, теперь ходят сами, слепые не имеют нужду в руководителях, но и самое множество исцеляющихся и легкость исцеления приводили в удивление народ. Знаешь ли, почему жену исцелил он после такого промедления этих тотчас? Не потому, что они были достойнее ее, но потому, что она более их имела веру. Для того он и отлагал и медлит исцелить ее, чтобы показать ее твердость, а этим тотчас подает дар для того, чтобы загородить устания верных иудеев, лишить их всякого оправдания. Подлинно, кто более получает благодеяние, тот большему подвергается и наказанию, когда бывает неблагодарен, когда и самая честь не сделает его лучше. И богатые потому наказываются сильнее бедных за свою жестокость, что они в изобилии не не сострад и не говори мне, что они подавали милостыню. Если они подавали менее, нежели сколько могли давать, то и тогда они избегнут наказания. Милостыня ценится не по количеству подаваемого, но по обилию расположения. если и малоподающие будут наказаны, то тем более те, кто стяжал много благ, кто созидает дома в три-четыре кровли, а алчащих презирает, кто о любостяжании заботится, а о милостыне не родит. Но если уж зашла речь о милостыне, то продолжим теперь ту беседу, которую я за три дня перед тем рассуждая о человеколюбии, оставил недоконченную. Вы помните, что тогда я рассуждаю о чрезмерной и суетной заботливости об обуви и о изнеженности юноши перешел к обличению этих пороков от размышления о милостыне. Что же тогда было поводом к этому? Мы сказали, что милостыне есть искусство, которого училище находится на небесах, а учитель не человек, но Бог. Потом исследуя, что можно назвать искусством и чего нельзя, перешли к занятиям суетным и искусством вредным, между которыми упомянули об искусстве делать обувь. Вспомнили? Итак, займемся теперь тем, о чем говорили тогда, и покажем, почему милостыне есть искусство, и при том лучшее из всех искусств. Если дело искусства состоит в том, чтобы доставлять какую-либо пользу, а полезнее милостыни нет ничего, то очевидно, что она есть искусство и при том лучше всех искусств. Она не обувь нам делает, не одежду доставляет, не домы бренные созидает, но жизнь вечную уготавляет, из рук смерти исхищает, и в той и в другой жизни прославляет, и созидает нам жилища и вечные чертоги на небесах. Она не дает погасить, погасать нашим светильникам, не являться нам на брак в нечистых одеждах, но омывает их и делает чище снега, если грехи ваши будут как багряные, как снег кубелю. Она не попускает нам спасть туда, где находится евангельский богач и слышит страшные глаголы, но ведет нас на лоно в раму. Каждая из искус житейских доставляет одну какую-нибудь пользу. Так земледелие питает искусство, ткать одевает, а вернее сказать и такой пользы ни одной из них само по себе без помощи другого не может нам доставить. 540. Если хотите, то рассмотрим во-первых земледелие. Земледелец никак не мог бы заниматься своим искусством, если бы кузнец не доставлял ему заступа, сошника, серпа, топора для земледелия. Если бы плотник не взял для него плуга, не приготовил ерма и молотильной телеги, кожевине кремне и опять плотник не построил стол для пашущих волов и желез для самих пахарей, если бы дровосек не рубил дровы, наконец, если бы не было людей, умеющих печь хлебы, равным образом занимающийся искусством тканья, при отправлении работ своих призывают к себе на помощь многие искусству, если не получат ее, то не могут производить работ своих и вообще каждое искусство имеет нужду в другом, а одна только благотворительность ничего другого не требует, кроме одного расположения. Если ты скажешь, она требует имущества, домов, обуви, то почти слова Христа сказаны им о вдовице и отложи тогда такого рода заботу. Хотя бы ты был весьма беден, беднее даже тех, которые у тебя просят, все же если ты вернешь две лепты, то ты все совершил. Хотя бы ты дал кусок хлеба, не имея у себя ничего, кроме него, ты все исполнил. Итак, посвятим себя этой науке и искусству и будем упражняться в нем. Знать его лучше, нежели быть царем и украшаться диабемою. Преимущество состоит не в том только, что оно не имеет нужды ни в какой посторонней помощи, но и в том, что оно совершает многие и самые различные дела. Оно созидает вечное жилище на небесах, научает почитателей своих избегать вечной смерти. Она дарует тебе сокровища неистощимые, которые не могут потерпеть вреда ни от воров, ни от червей, ни от тления, ни от времени. Если бы кто-нибудь научил тебя сберегать только хлеб, то чего бы ты не дал, чтобы научиться сохранять его без вреда в продолжении нескольких лет? Но вот благотворительность научает тебя безвредно сберегать не только хлеб, но и все, и имущество, и душу, и тело. Но что подробно перечислять все выгоды, доставляемые этим искусством? Оно научает тебя тому, как можешь ты уподобиться Богу. А это есть первое из всех благ. Теперь видишь ли, милосердие совершает не одно только действие, но и многие. Не требуя помощи от других искусств, оно созидает домы, приготовляет одежду, доставляет неиздеваемые сокровища, делает победителями смерти, одолевает дьявола, уподобляет Богу. Итак, что может быть полезнее этого искусства? Кроме того, другие искусства оканчиваются вместе с настоящей жизнью. Но действует во время болезни художников, имеет действие переходящее, требует труда и многого времени и других бесчисленных принадлежностей. А милостыня по скончании мира еще и с ней открывается по смерти человека, наиболее просеивает и обнаруживает свои действия, и не требует ни времени, ни труда, ничего либо другого трудного. она действует во время болезни твоей и старости, сопутствует тебе в жизнь будущей и никогда тебя не оставляет. Она делает тебя сильнее мудрецов и ораторов. Люди знаменитые по своей мудрости и ораторству имеют у себя многих завистников, а за тех, которые прославили себя милосердием, бесчисленные множество людей приносят молитвы. Те предстоят перед судом человеческим, защищая обиженных, а часто и обижающих. А милостыня предстоит перед судом Христа и не только защищает, но и самого судию преклоняет защищать подсудимого и произнести милостивый приговор о нем. Хотя бы он был виновен в бесчисленных согрешениях, она венчает его и провозглашает победителем. Давайте сказано милостыне и все у вас чисто будет. И что я говорю о будущей жизни и в настоящей спросите кого угодно из людей, чего они желают более? Того ли, чтобы между ними было много мудрецов и ораторов или людей милосердных и человеколюбивых? И вы услышите, что они изберут последнее. И весьма справедливо. От уничтожения красноречия жизнь нисколько не потерпит вреда. Она и до него долгое время существовала. Но если уничтожится милосердие, то все погибнет и истребится. Как на море нельзя плыть далее берегов, так и земная жизнь не может стоять без милосердия снисхождение и человеколюбие. Вот почему Бог не только разуму предоставляет побуждать нас к милосердию, но во многих случаях самой природе нашей даровал власть преклонять нас к последнему. Так отцы и матери оказывают милосердие детям, а дети родителям. И то бывает не только у людей, но и у всех бессловесных. Так брат оказывает милосердие брату, родственник родственнику, ближнему, ближнему, человек человеку. Мы по самой природе имеем некоторую наклонность к милосердию. Потому то мы скорбим об обиженных, болезненным, смотря на убиваемых, плачем при взгляде на плачущих. Бог весьма желает, чтобы мы исполняли дела милосердия, потому и повелел к природе сильнее побуждать нас к ним, показывая тем, что ему весьма любезно милосердие. И так, помышляя об этом, пойдем сами и поведем детей и близких наших в училище милосердия. Человек всего более должен учиться милосердию, потому что оно-то и делает его человеком. Великий есть человек и дорогой муж, творящий милость. Притча 26. Кто не имеет милосердия, тот перестает быть и человеком. Оно делает мудрыми. И чему удивишься ты, что милосердие служит отличительным признаком человечества? Оно есть признак божества. Будьте милосердны, говорится, как отец ваш. И так, во всем, по всем этим причинам научимся быть милосердными. А особенно потому, что мы и сами имеем великую нужду в милосердии. И не будем почитать даже жизнью время, проведенное без милосердия. Я говорю о милосердии чуждом всякого любостяжания. Если человек, довольствующийся своим состоянием и не дающий ничего другому, не есть милосерд, то может ли назваться милосердным тот, кто похищает чужое, хотя бы он делал бесчисленные подаяния. Если наслаждаться одному своими благами бесчеловечно, то еще более отнимать их у других. Если люди, не причинившие никакой обиды другим, подвергаются наказанию только за то, что не разделяли с ними своего имущества, то еще более подвергнутся те, которые похищали чужое. Не оправдывай себя тем, что причиняя вред одному, ты оказываешь милость другому. Так поступать несправедливо. Тебе должно оказывать милость тому, кого ты обидел, а ты нанося раны одним, врачуешь тех, которым не причинил никаких ран, тогда как должно бы врачевать их, или лучше не должно было совсем и наносить. Человека любив не тот, кто сам поражает и исцеляет пораженных им, но тот, кто врачует раны, нанесенные другими. Итак, врачуй те раны, которые ты сам нанес, а не те, которые другими причинены. Или лучше не поражай и не излагай другого. Это значило бы издеваться над другими, но восставляй пораженных. Уврачевать милостыней в соответствующей мере то зло, которое нанесено любостяжанием, невозможно. Если ты отнял у кого обол, то тебе мало уже обол, чтобы посредством милостыни залечить рану, нанесенную любостяжанием, но потребен талант. Вот почему пойманный вор возвращает в четверо больше похищенного им, но хищник хуже вора. Если же вор должен возвращать в четверо более украденного им, то хищник в десятеро или еще более. Хорошо, если при этом условии сможет он получить отпущение в своей неправде. Плода же милостыни он и тогда не получит. Потому то Изахей и если кого чем обидел возвращу в четверо и половину имения раздам нищим. Если же во время закона должно было вознаграждать в четверо, то тем более в царстве благодати. Если вор обязан это сделать, то тем более хищник. Этот последний кроме убытка причиняет еще обиду, так что хотя бы ты дал во сток крат Божий и тогда не вознаградишь всего. похитишь обл а отдашь талант то и тогда едва вознаградишь. Если поступая таким образом ты едва можешь вознаградить вред другого, то когда ты поступишь наоборот то есть похитив все имущество у ближнего раздашь только малую часть его и притом не тем у кого похитил а другим какое ты будешь иметь тогда оправдание какое прощение какую надежду спасение хочешь ли знать сколь великое зло делает тот кто оказывает такое милосердие послушай что говорит писание что убивающий чадо перед отцом его так и приносящий жертву от имения нищих сераха 34 20 и так прежде нежели выйдем из храма этого начертаем эту угрозу в уме нашем напишем ее на стенах на руках в совести и везде что по крайней мере страх усилившись в уме нашем удерживал руки наши от ежедневных убийств хищение хуже убийства поскольку оно медленно убивает бедного чтобы нам освободиться от этой болезни будем размышлять о большем и сами с собой и с другими таким образом мы к милосердию будем более склонны и получим славные награды даруемые за него и удостоимся вечных благ благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа которому слава и держава со Отцом и Святым Духом ныне и присно и во веки веков Аминь Аминь